Ни для кого не секрет, что если приучать ребенка к спорту с раннего детства, то у него есть очень хорошие шансы добиться успеха в выбранном виде спорта. А если он еще и генетически предрасположен, то возможно и стать чемпионом. В этом выпуске вы увидите 10 невероятно сильных детей. Варвара Акулова родилась 11 января 1992 в Кривом Роге. Варвара впервые вышла на соревнования в пауэрлифтинге в 4 года. Воспитанием и тренировками девочки занимался ее отец Юрий Акулов. Варвара очень быстро прогрессировала и в 10 лет уже выступала в цирке. Сейчас Варя неоднократная участница украинских гиннес-шоу, которые проводит олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева и мастер спорта по тяжелой атлетике. Учится в школе Олимпийского резерва при Криворожском техническом университете, где с ней работает заслуженный тренер Украины Игорь Послушной. Лиам Хоэкстра – самый мускулистый ребенок в мире. У Лиама Хоэкстра обнаружено редкое генетическое заболевание, которое обуславливает рост мышечной ткани. При этом в заболевании очень быстро наращивается мышечная масса и одновременно сжигается жир. Поэтому уже в полугодовом возрасте Лиам Хоэкстра имел рельефное тело. В свои полгода Лиам мог делать серьезные силовые упражнения, доступные лишь подготовленным спортсменам. Такие, как стоять на руках из положения лежа, выдерживая свой вес. А достигнув одного года, мог выполнять сложные акробатические упражнения. Джейк Шелленс-Члягер – 14-летний подросток-пауэрлифтер. Этот парень учился в школе и уже как два года занимался спортом. Между прочим, добился огромных результатов. Он уже успел побить мировой рекорд. Поднял вес в 136 килограмм, который является больше его собственного в два раза. Это является рекордом и в его возрастной, и весовой категориях. Наоми Кутин в 10 лет стала самой сильной девочкой в мире. Она могла поднять 97 килограмм, что для ее возраста является невероятным фактом. Девочка постоянно занимается в тренажерном зале и продолжает бить свои рекорды. В 12 лет на соревнованиях по пауэрлифтингу она набрала в сумме в трех упражнениях 270 килограмм. Еще одна сильная девочка – Марьяна Наумова, которая стала мастером спорта международного класса в жиме штанги лежа. Эта девочка жмет 150 от груди, уже успела победить всех и вся в своей категории и в категориях выше. Объездила весь мир и не собирается останавливаться. Ричард Сандарк – самый накачанный подросток мира, звезда фитнеса и культуризма, актер. Родился на Украине, а в возрасте двух лет Ричард с родителями эмигрировал в США и поселился в штате Пенсильвания. Годом позже он начал тренироваться в области боевых искусств и бодибилдинга, используя маленькие легковесные гири. Тренировка Ричарда длилась по одному часу в день, шесть дней в неделю. Стал известен в США и за ее пределами как маленький геркулес, благодаря своим физическим достижениям. В 8 лет Ричард был самым сильным ребенком в мире. Ян Джин Лонг – китайский мальчик, который прославился в возрасте 7 лет своей необычайной силой. Так, в свои 7 лет Ян мог сдвинуть в одиночку автомобиль, а также спокойно поднять и нести на спине взрослого человека. Он также спокойно мог переносить на плечах тяжелые мешки с зерном. Более того, Яну удалось сдвинуть и протащить в одиночку автомобиль весом почти 2 тонны. В свои 7 лет мальчик весил уже более 50 килограмм. Джулиано Строе – румынский атлет и культурист. Джулиано Строе начал заниматься с отягощениями с двух лет. Его семья сейчас проживает в Италии. Малолетний силач занял место на страницах в Книге рекордов Гиннесса после выполнения одного невероятного упражнения на координацию. Джулиано установил рекорд по самой быстрой ходьбе на руках на 10 метров с тяжелым мячом между ногами. Он выполнил трюк перед живой аудиторией на итальянском телешоу и стал интернет-сенсацией, поскольку сотни тысяч людей наблюдали на YouTube, что он вытворял. Клаудио Строе – это младший брат предыдущего нашего участника. Клаудио Строе родился в 2006. В 3 года выполнил свои первые 90 отжиманий, а в 4 года поставил мировой рекорд 20 отжиманий из положения в 90 градусов к полу. Эти два брата тренируются каждый день в несколько часов. Многие осуждают отца мальчиков, полагая, что он эксплуатирует детей с целью наживы на их популярности, подвергая их чрезмерному напряжению во время тренировок. Но, как заявляет сам отец мальчиков, что они тренируются столько, сколько сами захотят. Брюс Хлебников В 2001 году в Книгу рекордов Гиннесса попал русский мальчик Брюс Хлебников. Судьба этого необычайного парнишки весьма интересна. Всю беременность его мать смотрела фильмы с участием Брюса Ли, в честь которого он и получил свое имя. И мальчик с детства старался подражать своему кумиру. В 7 лет он уже стал призером чемпионата Москвы по ушу, а также установил множество рекордов, большинство из которых придумал для себя сам. В Книгу Гиннесса занесено много рекордов, так например Брюс смог удержать 2 автомашины, отъехать у них не получилось. Брюс сам планирует свои достижения. Мама в его дела не вмешивается, она считает, что он знает свой предел. Люди обычно недооценивают свои физические и умственные способности. Как говорится, предела совершенству нет и всегда есть к чему стремиться. Если понравилось видео, поделись им с друзьями, им тоже будет интересно. Ставь лайк, подписывайся на наш канал и пиши свое мнение в комментариях. А на этом у меня все. Всем успехов. До завтра.